Водят как пленных немцев туда-сюда Этих несчастных, так сказать, таджиков Которые прекрасно владеют русским языком Или вы отравитесь изжаренным ими пирожком Бояться этих вещей нет необходимости Что вас могут слушать, смотреть за вами Это, конечно, наступать на свободу человеческую Да где у свободы такой личности? В Шарм-эль-Шейхе никакой революции нет Знаете, это очень сложный момент Приходят военные, сажают в тюрьму Где, например, в любую секунду акулы могут Отдика откусить бошку, например, или руки и ноги Самые известные люди России на самые злободневные темы Итак, трудно сказать, сколько сегодня в России Нелегальных мигрантов Кто они? Непрошенные гости? Или мы сами их позвали? Может быть, они современные рабы? Называть их россиянами? Или сразу же, досрочно депортировать из страны? Вот об этом сегодня будут спорить участники нашего проекта Я думаю, что проблема эта не национальная и не междунациональная Это проблема социальная Это проблема рабов и крышующих их рабовладельцев Конечно, депортация нелегальных мигрантов обходится налогоплательщикам То бишь нам достаточно в круглую сумму денег В России нет проблемы нелегальной миграции Есть проблемы с законом Сколько есть проблемы с законом, очень серьезные То эту пустоту занимает коррупция Ну, конечно, если вы коррупционно набираете Через какую-то управу или ДЭС Привозите сюда тысячу киргизов По ведомости платите им 40 тысяч А на руки через старшего 15 То, конечно, русские там никогда не окажутся Зачем вам русские? Вам проще иметь дело с этой коррупционной схемой А подпольная экономическая деятельность Это всегда, во-первых, низкое качество Во-вторых, цепочки взаимного подкупа А это уже угроза устойчивой работе всего государственного механизма К нам приезжают люди другой культуры Другой религии, другого языка Их присутствие в нашей этнокультурной среде Вызывает у значительной части нашего населения раздражение Но в то же время есть замечательные мигранты Которые работают, ну, скажем, официантами или кассирами Которые прекрасно владеют русским языком Кто будет, условно говоря, делать ту работу Которую, скажем, москвичи или петербуржцы или россияне Не хотят делать Просто, так сказать, в 90-е годы она, в общем-то, и не делалась очень часто Просто поэтому города зарастали грязью и так далее Были там огромные цены на все, были там на фрукты, на овощи То есть нам нужны мигранты, нам они необходимы Наш Михаил Ром в своем обыкновенном фашизме Обо всем рассказал, к чему приходит страна Где межнациональные конфликты решаются на уровне, так сказать, вот Создания боевых дружин, штурмовиков и так далее, и так далее Я не вижу борьбы с нелегальной миграцией Я не вижу ни применения в действии закону Статьи Уголовного кодекса наказания за рабовладение Я не вижу введения визового режима Я не вижу многих других необходимых мер Я все время хожу по Москве, вижу огромное количество мигрантов Никто их не преследует, никто их не прессует Езжу на такси, такси как возили, так и возят почти исключительно узбеки Разговариваю с ними, никакого волнения и недовольства они не высказывают На 9 десятых это журналистская болтовня Я видел дворников, которые уже держат стаканчики такие пластиковые И наливают водку из бутылки И оглядываются, выпивают То есть это уже наши русские люди То есть я с удовольствием с этими дворниками выпью даже, постою Решение этой проблемы пока не найдено Но общество и власть хотя бы начали открыто говорить о проблеме нелегальной миграции Конечно, разговоры пока очень осторожные Если против мигрантов народ настроить То некем будет строить А вот русские не хотят работать Они бунт рабов могут устроить Отправить что ли иностранцев домой? Их ничего не связывает с этой землей Они стараются вернуться обратно Да, больно, да, неприятно Мигрантов нам, увы, не переделать Большинство из них ничего не умеет делать История показывала, к сожалению, не раз И ничем они уже не отличаются от нас Технологии меняют мир В фантастических сюжетах прошлого Любой прорыв в науке менял жизнь человечества к лучшему Но современные фантасты предрекают нам, увы, уже не технократический коммунизм А жесткий киберпанк Мы настолько запутались в соцсетях Что мы верим во взаимофренд Как в дружбу Мы гордимся тем, что мы не смотрим телевизор А получаем всю информацию из тотального интернета Спецслужбы тоже не отстают от граждан Которые хотят получать информацию из сети Стоит задуматься Нужна ли мне или тебе Частная жизнь в интернете Ведь вы же не возмущаетесь, что вас перед самолетом раздевают, если им надо Если они переживают, прозванивают, просвечивают И запрещают вам даже водичку взять с собой Потому что это ваша безопасность По всем законам Это, конечно, наступать на свободу человеческую Нельзя И так у нас есть И прослушки, и отслежки, и все, что хотите Но еще влезать в это Это тогда Найти террориста Торговца наркотиками Торговца оружием Какие-то криминальные бригады, которые используют для этого Педофилы Есть целое сообщество, вскрывают Только таким путем, а как по-другому-то Существует более 17-18 тысяч сайтов При том, что в начале 2000-х был один Аннеда на арабском языке А сегодня на всех языках Где вы можете увидеть рецепты приготовления взрывчатки Как ее закладывать, куда закладывать Расписание самолетов и поездов Как создавать ячейки Как вести себя на допросе Сегодня в джихад вас втащат на любом возрасте Нужно ли пресекать такого рода интернет-ресурсы? Да, конечно Я ничего запрещенного не пишу, не делаю Если я хочу рассказать анекдот про Путина, я его расскажу И Путин сам посмеется над этим анекдотом, потому что он человек остроумный Если вы человек честный, вам вообще, говоря, нечего скрывать У нас есть такая норма Она определена действующим законодательством И принимается это решение по решению суда Нравится это кому-то, не нравится Но это произойдет, если в этом будет такая необходимость Если бы, допустим, спецслужбы с помощью их вот этого доступа к трафику Можно было бы превентивно предупреждать какие-нибудь преступления, например Но этого же нет, мы этого не видим Я готов дискутировать на ту тему Насколько нужно или не нужно проверять информацию, которая исходит от меня Но мне точно кажется, что это не нужно делать за мой счет Пожалуйста, отказывайся от этого, езжай, живи в тайге Здесь нужно решать самому человеку Или же он будет свободным, но будет меньше иметь доступа во все эти социальные и другие сети И тогда он будет более свободным Или же он будет вот технический прогресс впитывать полностью И он станет рабом Частной жизни в сети больше нет И, возможно, никогда и не было Давайте еще раз послушаем, что об этом думают наши собеседники Знаете, человек находится постоянно под колпаком Мы должны просто понимать, в каком государстве мы живем Этих людей надо знать Вам вообще, говоря, нечего скрывать Взломанная почта, реальность или пугалка Пользуйтесь, смотрите, мне не жалко А слушать его тоже элементарно Это, конечно, неприятно Прослушка в интернете, какая важность Потому что это ваша безопасность Мне это вообще не волнует Иначе нас просто всех не будет Давно уже в России работает прослушка Это такая недешевая игрушка Какую бы чушь не несли в интернете Ну, в этом есть своя прелесть Ну, пусть люди забавляются У нас в студии депутат Государственной Думы Павел Дорохин Выберите, кто для вас предпочтитель из мигрантов Таджик или молдаванин? Суть вопроса не передает позицию меня как гражданина и как человека У нас же интернационализм Для нас все люди хороши Но она в рамках, должно быть, политики А не в рамках хаоса Приезд сюда Скажите, значит, государство не контролирует миграцию? Мигранты приезжают бесконтрольно Заранее мы не знаем, где, в каких областях Каких даже территориальных подразделений государства Они нужны Как это делается в той же Европе Как делается это в Белоруссии Которые заранее определяют Сколько, когда и куда их нужно Снова, Дон, по-вашему, беженец или мигрант? Не тот, не другой Он герой или преступник? Герой Для России или для Америки? Для некоторых патриотических слоев Америки Он тоже герой Те, кто выступает против неограниченного контроля Электронными СМИ Фактически спецслужбами за жизнью, судьбой человека Он тоже герой Когда вы в последний раз подслушивали? Я никогда не подслушивал Никогда? Нет А в детстве? У меня не было такой привычки Бог все знает? Абсолютно А спецслужбы? Не все Вы считаете, что прослушка может спасти нас от терроризма и туристических актов? Если это делается целенаправленно по определенной разработке Которые докладывают следственные органы, то да Куда поехать отдыхать? В Израиль или в Таиланд? Я бы предложил поехать на Камчатку, где я был недавно Прекрасный край, Вумканы, Сопки, Тихий океан Медведи с лососем, икра Необходимо развивать страну, в том числе и внутренний туризм В интересах и наших граждан, и зарубежных туристов Какой у вас лично символ Египта, если исключить пирамиды и сфинкса? Ну, это так называемая оранжевая исламская революция Вот это ярый образ Египта, не туристический, а политический С нами был депутат Государственной Думы Павел Дорохин Если вдруг завтра в потоке телевизионных новостей Вы увидите растиражированный сюжет о том, как во время одного из вооруженных конфликтов Разрушили египетские пирамиды и сфинксов Вы ведь даже не удивитесь, правда? И как так случилось, что всероссийская здравница превратилась в территорию С непонятным статусом и совершенно неясным завтрашним днем? И самое главное, ехать ли сегодня в Египет? Мы почему-то всегда думаем, что ни революции, ни болезни, ни катаклизмы Лично меня не коснутся Вот всех касаются, но лично меня нет «Титаник» — это не тот корабль, на котором поплыву я Нет, иногда это тот самолет, это тот корабль, это та гостиница Иногда это именно та страна Я уверен, что наши туристы могут туда спокойно ехать По той информации, которую мы получаем, на курортах все спокойно Стоит ли ехать в государство, в котором может вспыхнуть гражданская война В любой момент, в любом узле А гражданская война — это мародеры, это бандиты, это грабежи, это заложники Ехать, конечно, можно и нужно И даже устраивать экскурсии в Каир, в Александрию И смотреть на то, как люди отстаивают свои гражданские права Это тоже важная часть культурной программы, которую современный Египет может предложить туристам из России Ну, у нас любят экстремальный отдых, почему бы не съездить? Я бы не поехал в мои годы А если вам нравится посмотреть, как люди друг друга стреляют из крупнокалиберного пулемета Пожалуйста, милости просим Конечно, Египет изможден Он, конечно, ужасно устал, судя по... и по кадрам, которые мы видим, да, и по отзывам И потому что так или иначе доносится оттуда Туризм — это один из основных источников их ВВП и дохода государства Поэтому при любом раскладе, кто бы там в итоге не одержал верх, туризм в Египте будет лелеяться и туристам будет там спокойно и хорошо Если начнется там, скажем, огонек, то, а он же начался, то будет огромный пожар Российский человек едет куда угодно и зачем угодно, и у него иногда не бывает четкой выраженной логической мотивации Едет по мнению человек, вообще мы нации хиппи Кто едет в Египет, давайте составим портрет человека Обычно это урила, например, которым всю жизнь не хватало красивой жизни, например, чтобы было все включено, например И таким способом обыватель хотя бы раз в год пытается почувствовать себя человеком Вот почему-то немцам, австрийцам, голландцам и прочим как-то вот очень лучше попку целуют А нам как-то вот даже в локоть не стараются, да, зацеловать Зачем ввести деньги туда, где нас не любят, грубо говоря, зачем? Вложить ее в собственную землю, вот меня всегда удивляет Почему люди не хотят покопаться в своем огороде, не считают это отдыхом? Надо любить свою родину, надо быть патриотом Ну я думаю, что поток все равно не ослаблен Дешево, вкусно, сердито, Красное море очень красивое, поэтому сейчас полуляжется немножечко и... Увидеть Египет и умереть Пока этот каламбур только шутка Еще раз коротко для тех, кто думает провести свой отпуск среди пирамид Ну ехать однозначно стоит всегда Я в Юте не была никогда Есть люди, которые любят экстрим У нас есть Сочи, у нас есть Крым Революции наш турист не пугается Где только-только разгорается И отдых, и солнце, и все прекрасно К нам немножечко относятся своеобразно В стране пирамид к туристу внимательны Египтяне в этом плане, они люди очень сознательные Египет прекрасная страна Половина жителей Египта с этим не смирится никогда В шею с курорта гнать террориста Которого в груди встать, защитить туристов И даже устраивать экскурсии И в Египте, и в Турции Сегодня мы с вами поговорили о нелегальной миграции О прослушке в интернете И о турах в революционный Египет В следующей нашей программе О Сочинской Олимпиаде О проблемах продления жизни О вреде и пользе затянувшихся праздников Самые известные люди России Спорят по самым актуальным вопросам До новых тем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok